Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмири и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас сегодня с вами шаурма. Вот такая вот сочнейшая просто шаурма. Вот так вот она выглядит. И моцарелла стикс. Я подумала просто шаурму покушать с картошкой фри. А потом я вспомнила, что такое у меня уже было, а вот эти вот невероятно крутые моцарелла стикс у меня их не было. Они очень вкусные, правда очень калорийные. Я думаю, что все не смогу съесть, потому что это реально очень тяжело. Но они божественные. Как называется моцарелла стикс по-русски? Наверное сырные шарики или сырные палочки. Невероятно просто вкусно. Так как я несла домой, поэтому немножечко они остыли. Причем я за шаурмой ходила вообще в другое место. За моцарелла стикс в другое. Шаурму я попросила сделать чуть поменьше. Но мне сказали, что это невозможно. У нас стандарты. Вкусняша. Я сегодня с утра снимаю для вас влог. Обалденная просто погода. Даже думаю, может быть на улице бы снимать. Как вы помните, влог я снимала еще и вчера. Но просто вчера ночью, когда я монтировала, я поняла, что это совершенно неинтересно. Там знаете суть, в чем заключалась вчерашнего влога? Ко мне должна была прийти Фатя. Я накрыла на стол. Она кое-что должна была у меня забрать. Я думала, что она придет вместе с мамой, так как мама ее должна была привезти к нам. А я накрыла на стол. Приготовила чаю. Убралась в комнате. Это я все снимала. А потом в результате так оказалось, что она буквально зашла на 2-3 минуты. Поэтому видео какое-то бессмысленное получается. Типа я готовлюсь, готовлюсь, готовлюсь. А потом Фатя, даже не снимая куртку, забирает то, что она должна была у меня взять и уходит. Поэтому я решила этот влог не выкладывать. Обалденно. Как они это делают вообще? А еще я сегодня... Куртку пал. А еще я сегодня должна снять видео в инстаграме. Прошлое видео, Дикая Левица, оно никому не понравилось. Я вроде должна была завязать с этими видео в инстаграме. Но знаете, есть у меня внутри какая-то охота. Мне так хочется снимать подобные видео. Хоть они не заходят. Хоть очень много хейта. Даже мне пришлось отключить комментарии. Каждый второй комментарий был какой ужас. Что это такое? И одна девочка в комментариях написала, что Ай, когда пересними это видео, сделай лучше, по-другому. Я подумала, реально хорошая идея, можно переснять. Но переснять не под эту песню, а уже под какую-то другую. Так что обязательно заглядывайте на мой инстаграм. Поддержите меня. Как вкусно. Обожаю шаурму Донер. Пока он делал, я пару вопросов ему задала. Устроила ему интервью. Я спросила, чем же отличается шаурма от Донера. Он объяснил, что в шаурме есть чесночный соус, которого нет в Донеру. И почему-то, вот я не поняла, шаурма стоила дороже, чем Донер. Я решила взять шаурму, потому что Донер у них уже кушала. Правда, не видел. Один раз мы с подругой пошли в Бактат. Кто знает такой ресторан? Это сеть даже. В Баку мы пошли серием, взяли сет. где есть шаурма. И у них шаурма трех размеров. Маленькая, средняя и большая. Мы взяли в среднем размере. Поели, нам очень понравилось. И потом в следующий раз пошли, взяли в маленьком размере. Еще в третий раз пошли туда же. В общем, я точно не помню, но один раз мы взяли среднюю, а в другой раз взяли маленькую. Большую мы ни разу не пробовали. И в третий раз, когда мы пошли, мы заказали среднюю. Нам приносят маленькую. Я говорю официанту, мы же заказывали среднюю. Он говорит, так это и есть средняя. Я говорю, мы здесь кушали и среднюю, и маленькую. Это маленькая. Знаете, явно было видно, что это маленькая. Но, блин, там огромная просто разница между средней и маленькой. Дело даже было не в этой шаурме, что мы очень голодные и так далее. Просто дело было в том, что официант ошибся и не хотел признавать это. А вот с тех пор я туда больше не на кое. Я не стала спорить, ничего. Дабы избежать конфликтной ситуации, но реально это был обман. Это была их ошибка, которую они хотели преподнести так, что типа так и должно быть. Я такой человек. Мне очень важно вот именно качество обслуживания. Даже если мне нравится, как готовят в заведении, но меня один раз там нахамили или что-то такое, я уже туда никогда не вернусь. Так же еще, кстати, был такой случай, когда мы с моей подругой Шелли пошли в одно место, но еще не буду говорить название этого места и так далее. И мы в тот момент как раз снимали влог, точнее я. что-то происходит. Я говорю официанту, что мне, пожалуйста, с курицей. То есть одно дело шаурма с мясом, а другое дело с курицей. Он мне приносит с мясом. Я говорю, я заказывала с курицей. Он начинает, короче, весь из себя на меня наезжать. И как вы думаете, именно этот момент запечатлен в моем влоге, как я делаю заказ? Просто у меня включена была камера, и она лежала на столе. Так получилось, по чистой случайности. А я просто в этот момент вытаскиваю телефон. Я говорю, вот. Он такой, зачем вы вообще это снимали? Я вам не разрешала меня снимать, так я его не снимала. Телефон был у меня в руках. Я делала заказ. И снимала влог. Другие моменты очень сильно мне портят настроение. Или как у Фати была. Фатя очень какую-то дорогую свою кофточку сдала в химчистку. Ей сказали, что они просто потеряли эту кофту. Не знаю, куда делась. Она говорит, и что мне делать? Они говорят, ну, бывает такое, не знаю, потерялась, куда-то делась. То ли кофточку, то ли курточку. Я, правда, ее так и не увидела, эту кофточку. Но все же, такой случай был. И давайте поотвечаю на какие-то интересные вопросы, которые вы мне задали в моем инстаграме. Какую еду ты предпочитаешь, кроме фастфуда? Я очень люблю грузинские хинкали, вы знаете. Обожаю. Это прям самое-самое любимое мое. Потом, что я еще люблю? Сладости вот я не очень люблю. Я не сладкоежка, абсолютно. Да, Заню, которую приготовила моя мама. Обожаю. Привет, пожалуйста, расскажи, как закончилась история об сватовстве. Я реально, ребята, очень извиняюсь. Я в тот раз как-то начала рассказывать, о концовке совсем забыла. Вот. И все начали писать о концовке-то что, о чем закончилась эта история. Они пришли с подарками. Они пришли так разудеты, так, не знаю, супер просто. И вроде бы общаешься, нормальные люди, вот. Почему нельзя было рассчитать время так, чтобы не опоздать? Я не знаю, вот реально. Мама была на кухне и даже, если честно, не хотела заходить в гостиную. Мама говорит, что это неуважение просто приходить так поздно, говорить, что мы придем где-то ориентировочно в шейфсе, потом приходить в одиннадцать. Сначала за столом была очень напряженная обстановка. Вот. И как бы папа был весь на нервах. И мама, бабушка вообще сказала, знаете, я иду спать. В такое время люди друг к другу в гости не ходят. Тем более посидеть руки. Бабушка просто встала и ушла и сказала, что в такое время просить руки девушки не приходят. Даже в гости к друг другу люди не ходят. Но, если честно, ситуация как-то разрядилась. Отец парня был такой, знаете, общительный, такой интересный человек в общем. Мама больше, знаете, отмолчала. А отец интересные истории рассказывал с детства своего сына. Вот. Эта ситуация разрядилась. В тот день я встала в 6. Я не помню, какие у меня были дела. Но в 12 мне уже очень-очень хотелось спать. Они до сих пор сидели у нас. Вот. Смотрю, уже пол первого. Они не уходят. С папой там начали что-то обсуждать. У папы тоже злость как бы прошла. И как вы думаете, во сколько они ушли? Вот как вы думаете? В 3 часа ночи, даже 15 минут где-то 4-го было. Я уже легла спать, потому что просто не могла. приходит моя двоюродная сестра, которая у нас оставалась в то время. Я вам рассказывала, да, она училась на парикмахере и оставалась у нас. Она просто вытащила меня из постели и говорит, вот твои родственники уходят, иди попрощайся, как-то некрасиво. Буквально в пижаме вышвырнула меня из комнаты. Я переоделась опять в то платье, в котором была. Но по моему лицу было видно, что я изрядно хочу поспать. Мама молодого человека сказала, доченька, ты уже спишь? Я говорю, да, я говорю, рано сегодня встала, в 6, у меня дела, уроки и все такое. Она просто сказала, я желаю счастья вам, дай бог у вас все получится, все будет хорошо. В общем, эта история закончилась хорошо, но дальше было еще интереснее. Где-то ориентировочно через месяц я узнала, что он мне собрал. И знаете, собрал не мелочь какую-то, а глобальную вещь. мы как-то пошли в ресторан с его мамой и папой. И отец его говорит, что я всю жизнь своему сыну говорю о том, что учись, 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 учись. А он говорит, так я не закончил универ. Я такая в шоке. Сынш парень мне говорил, что он закончил мимо Орлых архитектурные. Как можно было такое собрать? И после этого как можно нормально общаться с этим человеком, который может собрать тебе вот такую глобальную просто вещь? Но на этом его вранье не закончилось. Потом я узнала, что оказывается квартира, в которой он живет, он говорил, что он сам ее купил, что она в ипотеке. Оказывается, она ему досталась от дедушки. Ну и у меня такой вопрос. Зачем было врать? Досталась у нас средства. Ну что, я хорошо радуюся. Просто зачем врать, до меня не доходит. Вот когда я узнала еще и насчет квартиры, потом узнала насчет университета, я была в шоке от его вот этих выходок. Так парень был очень культурный, но, блин, мозгами нужно думать. Например, мы создадим с ним семью, к примеру, да? Я же все равно это узнаю рано или поздно. Когда врут какую-то мелочь, еще можно понять. Когда, например, ты не готовила эти котлеты, говоришь, что я их сама приготовила, сама заказала где-то в кафе Сити. Это какое-то такое вранье, которое можно стерпеть, понимаете? А врать на столько глобальные вещи. Парень сам по себе был очень культурный, очень хороший. Зачем он так много всего брал? для меня так и не дошло. Соус острый. То есть, какая разница, ты купил квартиру или тебе она досталась по наследству. Вот какая разница. это такая вещь, которую я рано или поздно узнаю. Вот когда я узнаю, я разочаруюсь в человеке. Я вообще к вранью отношусь очень, очень плохо. Особенно, когда врут, такие глобальные вещи. у меня подруги был парень, и когда они познакомились, он говорил, что он один ребенок в семье, а потом оказалось, что у него еще есть два брата. Вот у меня вопрос такой, зачем было брать? Какая разница, это один или у тебя есть два брата? Рано или поздно, она об этом узнает. Мне просто кажется, что есть люди, патологические вруны. Они получают кайф от того, что они врут. Может, я не права, но мне кажется так. Моцарелла стикс очень вкусная. Прямо обалденная. Стоили шесть штук, пять монат. Я не помню, я сначала узнала про квартиру или потом про образование узнала. В общем, в какой-то момент я сказала себе, все, хватит, достаточно. Решила не продолжать общение. Когда моя мама узнала, она мне сказала, что когда-то узнала даже про первое его вранье, уже надо было сказать до свидания. Закончилось, все закончилось. В общем, как-то так было очень вкусно. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь. Для меня безумно приятно. Я вас всех очень-очень сильно люблю. С вами была Эмили. Всем пока.